Я бы хотел обратить внимание на следующее. Вот абсолютно верно вы сказали, что общественные места сегодня вызывают у нас тревогу. Вместе с тем, на территории края активно с правительством ВВД работает с точки зрения цифрализации, введения новых систем видеонаблюдения и развития АПК «Безопасный город». У вас эта работа пока недостаточным образом организована. Поэтому вы, пожалуйста, обратите внимание на этот фактор. Чем больше у нас будет систем наблюдения, которые будут интегрированы в том числе в систему ЕДДС, работать по принципу «безопасный дом», «безопасный улица», «безопасный город», «безопасный регион», тем легче нам будет не только профилактировать, но и раскрывать эти преступления. О безопасном АПК «Безопасный город». Не пойти сюда, все равно вопрос возникнет, подвергнуть справку. Да, у нас есть ЕДДС, но у нас на территории города Назарова очень много имеется камер видеонаблюдения, но они у нас разрознены и, как сказать, фиксация и запись идет в тех общественных местах, на которых они установлены. Два объекта у нас всего направлены в ЕДДС. Это вот нынче мы открыли бульвар, то есть Карла Марса, 7 камер и 3 камеры в наш дом с трещиной, Карла Марса, ой, Арбузова, 66, где в режиме реального времени мы видим все, что творится. Помимо вот этих у нас на семи общественных местах расположены камеры, они функционируют, у них запись, то есть где вот Ладынина, в Юбилейном, в ВОФУ, где памятник у нас в Мемориал Великой Отечественной войны, в музей, вот, и у нас очень много камер в общественных организациях, то есть в школах практически все школы у нас оборудованы камерами видеонаблюдения. Для того, чтобы нам систематизировать эту работу, нам, конечно, надо войти в АПК «Безопасный город». По итогам, то есть на 23-й год мы не пошли в этот проект, но будем стараться, и сейчас мы подготавливаем, документы, чтобы все-таки город Назарова с населением почти 50 тысяч людей, поэтому мы постараемся на следующий день, год войти. Это одна из причин, конечно, это собственного финансирования недостаточно, то есть для того, чтобы нам систематизировать и все перевести на один пункт ДДС, на такие капитальные вложения для приобретения оргтехники и другого оборудования. Я думаю, что мы, если в этом году 9 проектов пройдут, которые, ну, на 23-й, думаю, на следующий год мы должны попасть. У нас около 13 камер в автобусах, то есть в пяти автобусах у нас сейчас функционируют камеры, 13 штук. В феврале месяце наши перевозчики еще хотят оснастить три автобуса, камеры видеонаблюдения. Также у нас практически во всех магазинах, ну, в наших муниципальных учреждениях во всех, то есть в детских садиках, в школах, в культурных учреждениях у нас есть. То есть это есть только единственное, что мы не можем это видеть в реальном времени, и они разрознены по памяти. Запись памяти, которая фиксируется на этих камерах, они разрознены по учреждениям города. Если каждый регион будет действовать, я имею в виду район, будет действовать тут в таком наступательном варианте, то у нас есть огромные шансы в течение короткого промежутка времени, нескольких лет, сделать действительно регион безопасным. Мы вам окажем практическую методическую помощь. Давайте попробуем наряду с Сачинском, Назарова сделать технологичным с точки зрения безопасности через безопасный город. Спасибо. Спасибо.